Доброго здоровья, уважаемые посетители канала, вашего и нашего. Вот ко мне приехали Александр и Галина с целью разузнать, что такое гравитационная гимнастика или сказать, что такое изодинамическая гимнастика. Вроде как это одно и то же, но тем не менее. И сейчас мы разузнаем друг от друга какие-то вопросы, а потом спустимся в спортзал и позанимаемся. Да? Да. Какой вопрос был? У меня был, как Вы вообще познакомились с этим методом? Мне понравилось, как мне в Питере девушка сказала, что это не просто гимнастика, это как силовая медитация. И вот интересно тоже, как Вы познакомились или согласны с таким термином, можно ли назвать это силовой медитацией? А я думаю, что в зависимости от того, как человек к этому относится, можно и так назвать это. Дело в том, что я для себя взял и как я познакомился, я значит, ну вы знаете, что прошел много чего, написал много различных книг вроде бы, и значит у меня получилось в 2016 году проблемы с поясницей. Как-то я стал разваливаться, пошел в МРТ там сделал, даже снимки я показывал, если будет интересно могу еще разок показать. Врач с Воронежа сказал, ну можешь переломиться там, я говорю, ну а это, что, как, чего. Говорит, вот поделаем кончики витамина В12 и будем наблюдать. Вот это и все. И значит, меня как раз в это время пригласили в Екатеринбург на выставку, там ежегодно проходит выставка, как-то она называется, мир света что ли. То есть там на выставке, я даже вылаживал и снимал по себе на канале, различные, значит, способы лечения, там и развитие, саморазвитие и прочее, прочее, прочее всего. Вот, и там познакомился с Кривых Сергеем Прокоповичем. То есть тот человек, который меня пригласил, все это тут, она говорит, вот Сергей Прокопович хочет с вами познакомиться, что-то такое показать. Ну, поехали мы с ним туда, в зал, это еще гравитационная еврастика там была. Ага. И, значит, вот эти вот пять упражнений, вот эти большие блины, я позанимался. Я почувствовал сразу, что она дает очень хороший эффект. Если так немножко вперед забегая, я хочу сказать, что она обладает удивительной способностью ставить суставы на место, те, которые сдвинулись, плюс еще расслаблять спазмы, что дорогого стоит. И плюс еще укреплять, я это называю, энергетический скелет. У нас есть скелет костный, у нас есть сухожильный, сухожильный, мышечный, да, будем так говорить. И у нас еще есть, это мое мнение, энергетический, то есть энергетический чем отличается? Ну, допустим, один и тот же человек, он может быть раза два, два, три сильнее. А за счет чего? Такие же мышцы, такие же там связки. Я там позанимался, ну, думаю, пять упражнений, такие веса как-то, вот, где их брать. И после этого Сергей Прокопович сказал, что в Серпухове как раз, самодумал Анатолий Иванович, я поехал к нему. Поехал к нему, я познакомился, позанимался. Ну, он меня знал, видать, давно, вот, вот, я позанимался, значит, и снимочек там сделал. Приехал потом еще разок, я раза два или три к нему ездил. Ну, сами понимаете, вот отсюда, вы уже увидели, что такое езда. Тем более, я там на машине ехал, туда надо доехать, а там у меня практически двое суток. Я доезжаю там до Конь-Колодец, ночую, из Конь-Колодца, в Серпухов там, занимаюсь потом, потом уже отправляем так дальше. Как-то не наездить себе, а думал, вот, сейчас бы все-таки я это, поездил бы. Потому что у меня появились вопросы, те, которые надо было бы задать, самодумывал, пока он был живой. Ой, ну, когда человек только начинает заниматься, он не знает разного рода тонкостей, и поэтому он не знает, что даже задать. Это важно понимать, что надо задать. Ну, и как-то я это самое подзабыл. А, не просто подзабыл, я приехал домой, придумал, как же сделать вот эти вот веса. Ну, там у меня будете в спортзале, и увидите тымажор у меня такой. И я думаю, может быть, одной ногой подавить, и так далее, там, у меня где-то 150 килограмм, примерно так вот. Может, как-то дать нагрузку, то есть. И вот я, значит, подавил ногами, что делать категорически нельзя, перекривил таз, то есть вы сами его сдвигаете, вот одной ногой упираетесь, а одна нога, значит, сюда, а другая, там, таз, короче, кривится ужасно. И я где-то неделю пролежал у себя там, у кабинета, ногами вверх, потому что ни одно положение не позволяло расслабиться и боли, чтобы боли не было. Представляете, вот такие вещи. И вот я, как бы сказать, подостыл, более-менее как-то я восстановился, и опять Екатеринбург, опять мне приглашают, опять тот, кто мне приглашает, Александр говорит, о, тебя Силий Прокопич ждет, он что-то там новое такое. Я к нему, он часто вспоминает, я к нему как раз вот этот вот поезд штангиста у меня, потому что спину держать вот это все, думаю, там, посдвигалось, порасплющилось. И показал как раз вот этот свой тренажер. Вот этот тренажер, и я на нем позанимался, то есть вот было первое занятие, и у меня сразу же после него поднялась температура, настолько мощная энергетика поддействовала на мой организм, который, видать, развалился, что я там, так сказать, горел. И самое важное еще, что я вам говорю, что вот эти все суставы, так как все это давится, знаете, и не то, что таз плющится, а он раздвигается, он раздвигается, все это становится на место, все это сразу как боли снимается, боли снимаются, расслабляются, эти спазмы там на спинке, их трудно там расслабить. Вот, я думаю, вот это да, так, как бы мне этот тренажер приобрести? Ну, думал сначала, что я там его сделаю, там еще как-то, ну, хочу сказать, знаете, вот я, видать, уже повзрослел, вот, скоро мне пойдет восьмой десяток лет, то есть, если считать от зачатия, то как раз на Новый год будет это самое мне 70, и пойдет 71. Вот, то есть я созделал к чему? Ну, да, можно украсть там, у Алины, у Александра что-то там услышал, а у моего там, и так далее. Вот, ну, так как я книги писал, и у меня там столько там, обворовали, и все там такое, вот, я как на себе это все прочувствовал, что я решил узнать, как у Сергея Прокоповича, сколько стоит и как это взять. Ну, мы с ним очень хорошо ладили, он относится ко мне, и я ему такое предложение, Сергей Прокопович, ну, давайте вам, 150 тысяч этот тренажер стоил, вот, и у меня там, допустим, есть, грубо говоря, 80 тысяч, я заплачу вам, а остальное я вам доплачу. Ну, хорошо, все, без вопроса я его перечисляю, вот, значит, этот тренажер, вот, я, естественно, потом все это дело выплатил, вот, я начинаю заниматься, он приходит, я его собираю, устанавливаю, и я начал заниматься с пустой рамой, пустой рама, 100 килограмм, вот, я потихонечку, и практически все свои занятия я записал на видео, все, представляете, практически такого нету, то есть, это 4 года занятия, год я выложил, первый год, если кто-то там, допустим, будет заниматься, или еще как-то, занимаюсь я, так как я раньше тяжелой атлетикой занимался, напомню, что он мастер спорта, тяжелой атлетики, окончил институт физической культуры и спорта, там, центральное, вот, на Ленина, то есть, у меня, и сам я занимался до этого, у меня сложилось, и я видел, как, допустим, штангисты занимаются, сложилось вот это вот мнение, и я немножечко это перенес на тренажер, то есть, не на один раз, а раза на три, потому что я понял, что надо это прочувствовать, движение, как ты упереться должен, ты должен почувствовать, ну, грубо говоря, даже вход той энергии, еще откуда там брать, вот, ну, вот так вот я, значит, начал заниматься, заниматься, боли исчезли, появилась энергетика, вот, очень интересный, особенно так, пер, это, ну, 20-й год, 21-й, где-то 22-й, 22-й, или это, потом как-то, что-то надо менять, дело в том, что, то, что, чего добился Анатолий Иванович, 6,5 тонн в отрыве, там должна быть несколько, как бы сказать, не то, что несколько, а вот именно вот этот вот какой-то медитативный подход, то есть, вы должны взаимодействовать с пространством, это довольно-таки необычно, не непонятно, и все мы привыкли напрягаться, а тут надо, грубо говоря, так взаимодействовать, что, вот, скажу словами Анатолия Ивановича, что, он говорит, после тонны идет жестокий отбор, то есть, дать вам силы, или не дать, на что вы их направите, то есть, дается огромная энергия человека, и, а он ее может направить на все, что угодно, допустим, на какие-то разрушительные действия, и вот тут-то и начинаются вот эти вещи, плюс, я так понял, вы, наверное, Шри Чин Моя смотрели, смотрели, Шри Чин Моя, это как раз вот, с позиции медитации, то есть, это индийский учитель, который приехал в США, я вам там и в фильм, там и прочее, прочее, вот он овладел медитацией, как раз медитацией овладел, и эту медитацию он там в США, значит, он и книг там написал огромное количество, хорошо, он учил медитации, там, потом он в целях как-то популяризации, он там сам бегал в марафоны, бегал с этим, по-моему, с турбином рекордсмер, Усамболт, да, как-то так его звали, спринт бегал там, короче, все, он там бегал, бегал, а потом он решил заняться, где-то вот как раз, лет на 68, 67, решил заняться тяжестями, и вот, опять-таки, там покажу вам, что там получалось, что он начал поднимать тяжести, причем, он его особо никто не учил, он их одной рукой, вот так упирался, одной рукой, потом он отрывал, так же, допустим, как этот самый, как самодумал, только не на поясе, а больше на плечах упирался, ну, короче, он дошел до веса, что удивительно, одной рукой, он вот так делал, это вообще, и перекоса не пошло, да, по идее, лопатка-то тоже, короче, на плечах, да, как бы штанга, да, слона, там есть вот это видео, все, слона там с этим, вертолеты, там, по три томные, там, и слон, я не знаю, сколько там, но здоровый слон, то есть, он отрывал вот такие вот вещи, а потом все-таки, 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 у него, вот эти вот, пошли перекосы, у него начались вот эти вот проблемы, там, с суставами, но не смотря ни на что он там занимался, и 75 лет, короче, его не стало, примерно как и сама думала, 75 лет, то есть, вот такие вещи. Это вот тоже на то, что он тратил энергию, как это связано было, или какое-то развитие, уже потолок, развитие внутреннее, вот вы говорите энергия, можно ли назвать это сила духа, что вот сила духа тоже? Ну, так, именно вот, Шричи Моэм говорил, что, что, грубо говоря, пространство, когда вы находитесь, вот это, ну, правильная медитация, мы же все медитируем, насколько мы медитируем, правильно или неправильно, это, вот, что, оттуда, говорит, берешь, сколько хочешь энергии, и там интересный, это, рассказ, он же покупал эти все эти блины, и оборудование для этих занятий, и ему, продавцу магазина, его сын, уже взошло, говорит, это, говорит, твой самый лучший покупатель, там какие-то вообще, ну, покажу, снимки, несуразные, блинов, это вот, вот, одной рукой, это вот, от этого конца, да, грубо говоря, вот такая вот гантель, делал там приспособление, вот, сделал он еще приспособление, как вот так вот отрывать, там стрелочка так ходит, интересно, то есть, из пространства можно вытянуть, сколько угодно энергии, насколько я понял, самого Анатолия Ивановича, вот, там тоже можно, значит, взять, а он как раз и сказал, говорит, я то ли первую, то ли вторую, как бы ступень, закончил, или освоил, этой гравитационной гимнастике, а на вторую у меня не хватило весу, то есть, все веса, которые там были, железом, там, это, в 6,5 тонн подавешил, дальше, ну, там все поломалось, когда он там подымал, ну, вот, получил огромную, огромную энергетику, потому что, с его же словом, он не мог спать, месяц там, то есть, он не спал, лечил, руками, все там у него, это, тоже Евгений Протокопов, тоже у него, по-моему, кривых, да, у него стоит, он же тоже автономит, он не кушает, и не спит, как бы, насколько, как там, все есть, но, по крайней мере, вот он так говорит, что тоже много энергии, сил, да, и вот, вот, а вот у вас какая вот тенденция, или что вы заметили, когда вот начали заниматься с маленьких весов, там, перешли постепенно к большим, и как вот варьировалось, уходили ли вниз, и, ну, вот какой-то, вот, как вот шел процесс покорения весов? Процесс в основном идет волнообразно, но в начале, в начале первого года, так как я практически с, с грифа 100 килограмм, я весь год прогрессировал, так, добавлял, вот это килограмм по 20, там по 40, вот, а потом, потом уже, я стал довольно-таки часто заниматься, не так, как там раз в две недели, да, или раз в неделю, дело в том, что эта система, со слов того же, самодома Анатолия Ивановича, она менялась, вот в начале, и те, которые люди, которые занимались, они говорят, мы занимались раз в неделю, вот, а потом, потом перешли, мол, туда дальше, на два раза в неделю, и, насколько я понял, люди позанимаются, они какого-то результата достигают, какие-то способности у себя открывают, и они потом перестают заниматься, вот, я уже занимался, так как у Сергея Прокопьевича, там мы с ним плотно переговаривались, он говорит, да, так можно чуть ли не каждый день, и тем более, как вы сказали, что есть эти автономы, которые, значит, праноеды, пытаются перейти на это, им не хватает энергии, вот мы там занимаемся, я стал тоже, как-то, заниматься почаще, но, с ростом весов, я как-то понял, что, все-таки, не успеваешь восстанавливаться, особенно, когда, за 800 кг, уходит, что она на поезде, ты не успеваешь восстанавливаться, хотя, хотя, такое, вообще, состояние, ты чувствуешь, что ты восстановился, восстановился, да, вот так как-то, а вот для того, чтобы поднять больше, там еще какая-то более тонкая энергия, должно быть, которая, которая как-то не успевает восстанавливаться, вот это интересно, так-то, как полная сила, а вот то еще, что-то там такое происходит, ну, я еще, пошли яркие сны, то есть яркие сны, как раз они начинают тебе показывать, что у тебя в тонком мире происходит, и мы же не знаем, что там в тонком мире происходит, там котик, это, вот, и там идут свои собственные процессы, то есть мы, вот я вам откровенно говорю, и вам откровенно говорю, не им, а вам, это то, что, занимаясь вот этой вот гимнастикой, и развивая свою энергетику, мы начинаем менять тот, знаете, пласт своего существа, который как в айсберге, вот вы видите меня, вот он я, да, а остальное там, под этим самым, так вот там, что там, у-у-у-у-у-у-у-у, и вот там начинает это потихонечку меняться, и основа изменений для того, это наша энергия, энергия, и работа с сознанием, чтобы у нас вся мишура, и какие-то вещи, там знаете, там какие-то корыстные, там, завистливые, еще что-то там похотливое, грубо говоря, все это исчезло. Как только это начинается исчезать, тогда он как-то и сил добавляется. Но на это тратится очень много энергии, очень много. И ты как-то так ров и останавливаешься. Как что-то там сделалось, тогда ага, какой-то рост пошел. Появляется определенная чистота, да? Чистота или частота тоже. И чистота, и частота. То есть для того, чтобы я понял такую вещь для себя, взаимодействие с пространством, которое является само по себе живым организмом, с ним оно тебя чувствует. Это примерно как клеточка в нашем теле. Вот клеточка, она уже как живет сама по себе. И говорит, да, я сама по себе живу, там это, это. Ну как сама по себе, тебе организм дал место, тебе дал оболочку, тебе дал жизнь, тебе дал, ну все дал, понимаете, все дал. Организм контролирует клетку, так точно. И нас контролирует тот и дом. Вот когда вот до этого, дойдешь до этих вещей, тогда уже многие вещи начнут это самое. Вверху я стал рыбалить, потому что червяка жалко, на крючок нанизывать. Рыбу жалко, если ты ее не ешь, что ее ловить. Ну и такие вещи, знаете, вот начались это. Иначе, иначе у вас прогресса не будет. Если вы хотите там что-то там, за то же дом. Геннадий Петрович, у вас же вот много, когда вот в теле идущем работали, много людей приходило, рассказывало про разные системы, там про обливание холодной водой, там еще что-то, много-много систем. А вот вы остановились, можно сказать, практически на этом, или еще что-то тоже используете в жизни? Ну, я в свое время, когда начал заниматься, я начал где-то заниматься в 1982 году, то есть после того, как я прекратил занятия тяжелой атлетикой, как бы сказать, вот со здоровьем какие-то там проблемы, потому что когда ты занимаешься тяжелой атлетикой, то с моим ростом должен быть большой вес. И я там ел, 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 все, все я ел, все всякие, всячины, полно-полно. Вот, то, что не следует делать. И со здоровьем пошли проблемы, и я начал вот в то время искать, что, что, как, и потихонечку, потихонечку. Так, краткая система, то, что я предложил, она, будем так сказать, не моя, естественно, вот, средства, которые оздоровители входят в нее, тоже не мои. Просто надо как лего сложить какую-то картинку, чтобы она была так, красивой. И вот, в конце концов, у меня такие, к таким простым вещам я пришел. Организм – система самовосстанавливающая. Это я как телеведущий смотрю в камеру, и не на вас, ведь я. Система самовосстанавливающаяся. И надо создать просто-напросто условия для этого самовосстановления. Если мы их создаем, значит, мы обновляемся без всяких этих самых лекарств каких-то и прочих методов, и нормально живем. Даже особо чем-то заниматься не надо. То есть создать условия для самовосстановления. Первое – это, конечно, чистая внутренняя среда, которая, значит, сразу же там, а в среду мы действуем, чистим кишечник и печень. Потому что печень делает все эти обмены веществ. Обмены веществ все совершаются практически в печени. Как только мы печень почистили, вот когда я первый раз чистил, сразу резкий, резкий энергетик и все, ох, и в веса выходит это. Закрепляем это питанием, движением. То есть образ жизни, он позволяет, допустим, ага, съесть то, что мы перевариваем, подвигаться так, чтобы мы дали нагрузку на эти самые, на клетки. И они начали усваивать, грубо говоря, сахар. А то, вот я на своем канале совсем недавно выложил видос. Лечение сахарного диабета второго типа очень просто. Берут желудок, отрезают, чтобы человек не ел. И все. Мол, это нормально. Нет, желудка нет, проблем. Да, и все. А так, позвольте, и инсулина вам там не надо, не еще что-нибудь такого. То есть вот такие вот вещи, а что вы сами не можете себе, грубо говоря, это уменьшить, сами себя дисциплинировать. Ну вот. Значит, движение, распорядок дня. Все органы наши работают, наш организм в соответствии с биоритмами, в основном Солнца. Вот это вот делаем. Да, и еще с сознанием. Потому что сознание, человек, о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Что там творится? Мне пришлось разобраться и с сознанием. Причем разобраться на таком уровне. Вот все там какие-то системы делают. Как сознание образуется? То есть с самого начала. Вот он, зародыш. Что у него есть в сознании? Нет, у него нет сознания. Ребенок родился. И вот как? У него пять анализаторов чувств, на основании которых он смотрит, видит. Вот это Аля, это Александр, это мед, это камера, часы и так далее. У него появляется банк информации. И ум, это тот инструмент, который начинает слышать. Я сюда смотрю. Аля, Александр, камера. То есть ум. А потом ум уже идет. Горобо говоря, как обмануть Александра. И чтобы вы это ничего не почувствовали. Ну это, грубо говоря, так вот. Уже извращение разного. Горобо-то, медоты и так далее. И узнав, что нами движет, я как-то успокоился и более-менее стал эмоциями владеть и прочим-прочим-прочим. По крайней мере, начало получаться. А если вы ничего не знаете, надо терпеть, надо терпеть. А что в основе терпения там? В основе терпения непонимания. Что надо в себе изменить, чтобы этого человека принять, чтобы этому человеку хорошо относиться и так далее. Позитивное мышление, да? Стихи. Я тут, видишь, я разошелся. И когда ты начинаешь действительно входить, понимать, что такое пространство, оно тоже начинает с тобой взаимодействовать. Дает тебе такие бонусы. Например, вот у меня, я занимался методой «красивые слова». Красивые слова, вы, значит, пишете слова, как бы себя окружаете, вот эту ауру, знаете. И по мере вот этого, как бы сказать, написания, вы привлекаете, привлекаете разного рода блага. Там, ну, я красивый, я успешен, я хороший, там, и так далее. Да, да, да. Слов 200. Ну, вот такие вот слова, вернее, стихотворение просто прошло. Я мера мироздания и глубина, и ширина, и воплощение знаний. Я корень слова, источник жизни и миров. Я формирую бытие, свое, ее, вселенной всей. Источники любви своей, которой космос заполняю. Я так живу и процветаю, буду жить и процветать. Любовь и счастье воплощает, заполняйте все миры, где буду я и где будешь ты. Ведь я и ты, две миры этой красоты. Ну, и такая энергия сразу пришла. Да, энергия. Бонусом дается. Но это все надо, как бы сказать, оправдать и так далее, и так далее. То есть, вот когда я начну заниматься, на меня обратили, думаю, ну, ничего. Так сказать, мужчинка. Энергии было очень много. Я там бегал, думаю, ой, сейчас я стихи буду сочинять, и то, и все. И сразу же идет проверочка. Напротив гаража сперли люк. Машина выезжает, как раз может туда упасть, когда рацион. Вот, и я сделал такое, как бы сказать, пожелание тем людям, которые сперли этот люк. И, знаете, вот как шарик только раз, проткнули, и вся энергия так. И вышло, и все, и стихи не сочиняются. И энергии нету, и не оправдал. И вот, понял этот механизм, я начал потихонечку, потихонечку, как бы сказать, работать, над собой накапливать. Ну, и более-менее вот на тот уровень вышел, что тут был. Ой, так интересно, сразу захотелось посплетничать на эзотерическую тему. Ну, давайте. Я просто, и Саша, как раз задала вопрос, вот мы ехали, а как же быть, если люди будут пользоваться, вот, например, вот этим методом, и все-таки использовать вот эту силу не на то, как бы, как сказать, делать зло, злые действия. Вот как вот вы уже немножко соприкоснувшись, вот почувствовали вот это? Я на это самодумав ответил. Ну, просто вам не дадут этой энергетики. То есть вы не дойдете до этого. Вот еще слова Иисуса Христа, и в Царство Небесное, чтобы попасть, это надо в ушко иольное пролезть. Я думал, что, как влезть туда, это вот именно в том, вот, грубо говоря, в айсберге, вот, в том, да, в нижней части, которую не видно, надо там отбросить всю-всю эту мешуру и так далее. Тогда вы, как вот это пройдете, тогда вы почувствуете вот эти вот... Я даже сейчас, знаете, как бы сказать, вот, буквально разговариваю с вами, отвечая на этот вопрос. Вот та энергию, которую вы можете взять, да, первоначально, грубо говоря, как Сын Божий и так далее, мешает вам взять, я думаю, то, что у вас много вот этих разного рода мыслишек, которые, как задвижки стоят на этом потоке, и они не дают вам это все взять, понимаете, не дают. Как только вы это все убрали, вот это пошло, вот оно, на благо используют. То есть, если так подводить небольшой этот итог занятий безодинамической гимнастики, это то, что в любой сфере деятельности нужна энергия, которая позволяет раскрыть вас. Там, ну, стихи сочинять, там, музыку сочинять, там, то есть в любой сфере деятельности, естественно, в здоровье, потому что у нас существует энергетический иммунитет, о котором никто особо не хочет говорить, который все это выметает из вас, вот. Плюс, о чем говорили, как раз это в Америке, этот феномен исследовали, то есть в Америке, самодумал, поехал, это интересно, конечно, вот он рассказывал, я не знаю, слышали, не слышали, его пригласила руководитель или владелец СИНЭД, СИНЭД туда, да? Вот, а, насколько я понял, Джейн Фонда, жена этого руководителя или владельца СИНЭД, и там они не просто так вот, как мы там говорим, они провели исследование, он там и в клинике там поработал с рассеянным склерозом, чтобы показать, что там и как. И вот они установили, как это все действует. Ну, помимо всего прочего, значит, действие оказывается, вот еще, знаете, я тоже думал, а почему костный мозг, костный мозг, да, он спрятан внутри костей, внутри костей, что это такое, какая-то там живоподобная субстанция, доказывается, значит, костный мозг вырабатывает эти стволовые клетки, которые, значит, потом поступают в кровь, замещают весь организм, то есть самая ценная часть, да, и еще интересная вещь, это заключается в том, что, говорит, рак пошел в кости и человеку все. Ну, а чего он туда лезет? В кость лезет. Оказывается, самое ценное, что делается для человека, для его развития, для его жизни, это совершается внутри костей, в костном мозге. Порабатываются это все эти, значит, клетки, клетки крови, клетки, значит, стволовые, я сейчас, сейчас широко используется лечение стволовыми клетками. Так вот, если вы будете заниматься изодинамической гимнастикой, вы тут, и это у вас, и гормонозаменительная терапия будет одновременно, и лечение этими стволовыми клетками. Так вот, из-за того, что идет мощнейшее напряжение, а смотрите, вот у нас все, как бы сказать, суставы и кости, они вот на это вот напряжение, на это, не на то, чтобы притянуть к себе там, а именно вот, упереться, чтобы это выдержать. И когда достаточно нагрузка идет, то костный мозг получает необходимую работу, и он начинает работать, вырабатывать. И они как раз там брали пробу, говорят, вот он жиром, там, жиром становится, да, жиром прорастает, а говорят, после занятия он розовый, все это наполняется, он начинает работать, идет обновление, и пошло. То есть вот они какие-то такие вещи, чисто на физиологическом уровне, то есть работа с костным мозгом, напряжение позволяет, вы говорите, мощно работать с гормональной системой, у вас больше гормонов будет, что интересно. Плюс еще, вот это вот напряжение, если так вот, как бы сказать, более-менее постоянно, оно еще подавляет рост разного рода микрофлоры, там, непонятной, там, это, наиродной, то есть вот я это на себе прочувствовал. То есть я сейчас вам расскажу то, что я на себе прочувствовал, не где-то там вычитал, не где-то еще что-то там такое. Вот, и естественно, как-то вот, несмотря на такие эти, идет восстановление суставов, очень хорошее. Правка и восстановление, и закрепление, потом вы уже не ходите никому. Вот это удивительно, потому что у меня был вопрос, я так думаю, интересно. Что-то с гормонами не так. Раньше как-то вот мужчин по-другому чувствовал. Сейчас 5-4 тренировки, и совершенно изменился гормональное, это, так скажем, восприятие противоположного пола. То есть оно тотально изменилось. Причем до сих пор я в себе не нашла, просто приняла, окей, все, это какой-то новый уровень, может быть, это какое-то новое познание. А это, наверное, связано все-таки с динамической медитацией. Я так сейчас вас слышу, и у меня прям схлопнулось. Это связано с тем, а то опять-таки самодумывал ясно. А книжку вы не читали, самодумывал. Если книжка, так. Я не в тентре читал, он так и мог не формироваться. Одна особая фишка. Так вот эта сама. Он как раз и говорит, что просто-напросто не хватает энергии, вот, допустим, для женщин не хватает энергии для того, чтобы созревали яйцеклетки. Так сколько подает энергии, они что-то начинают, и в 70 лет уже у них восстанавливаются все эти функции. И, естественно, у мужчин, значит, вот эта вот мужская восстанавливается составляющая. То есть, ну, я не женщина, а как мужчина, я почувствовал, ну, очень мощно, очень мощно работает. И вот эта вот гормонально-заменительная терапия, что там, ГЗТ, все это, то есть люди покачались, наелись анаболиков, потом они, грубо говоря, прекратили это все, мясо спало, и половая функция тоже заглохла, и они вынуждены там подкалывать уже просто для того, чтобы жить. Так, вот, занимаясь вот этим методом, вы будете, это, обходиться без всяких вот этих вот уколов. голову, тут самое интересное, голодом вы можете почистить себя от следов анаболиков, вот, а занятиями изодинамической гимнастикой вы наполните себя опять по новой гормонами. То есть это очень интересная вещь, так как я в свое время голоданием занимался, вот, и знаю эту штуку, что голодание позволяет стереть вот эти все лекарственные следы, которые у вас остались, которые мешают работе. Вы это все стираете, как будто новенький становится. Ну, все, и дальше пошло, как ничего не было. Я помню, вроде что-то я у вас читала, вы, по-моему, очень там надолгий голод заходили. Ну, сорок суток, сорок суток, как Христос. Ну, да, мне хотелось посмотреть, что там сорок суток, но на самом деле надо было, сейчас я по нему поголодать подольше, я только, как бы сказать, на голоде создаются постепенно, не спеша, условия, в которых ваше поле уплотняется, понимаете, энергетически, то есть, вот, как бы правильно высказаться, вот, через нас же идет, вот эта, грубо говоря, тонкая энергия, которая, ну, скажем так, вот она, через, уже видите, до чего она вылезет, через чакры, то есть, наше тонкое тело, оно строится определенным образом, у него есть определенная физиология, она выстраивается где-то через чакры, там, через, знаете, энергетический канал и так далее. Она, как бы сказать, знаете, течет вот это вот, как водится и наполняет нас, да, вот этим всем. Так вот, особенно это, конечно, заметно, когда зародыш ничего не ест, а он формируется, да, а потом, когда начинается вот это питание, получается, что вроде и физическое тело строится, и вот эта вот энергия, она должна, она должна вот эту физическую, вот эту вот, ну, пищевую энергию, она должна усваивать, тара-та-та-та-та-та-та-та-та, то есть, тратится огромное количество вот этой тонкой энергии. Как только вы отключаете желудочно-кишечный тракт, вот это начинает заполнять вас, и, как бы сказать, поднимается вот эта вот плотиночка у вас, плотиночка, вы чувствуете, ага, смотри, вот у вас вот эти вот центры начинают, это самое, теплыми становиться, там, чувствуете вот эта плотность, начинается вытеснение разного рода этих самых. В йоге это прана называют, у славян жива, да? Ну, и тут, как бы сказать, надо разобраться в этих энергиях, просто прана это мы берем, как бы сказать, и есть действительно, у нас это тело, это праническое, там. А это еще вот, вот она выстраивается, и вот она заполняет, и, грубо говоря, начинает вытеснять все эти вещи, и все, что имеется чужеродного, грубо говоря, там, какие-нибудь импланты, какой-то опухоль, какие-то там, допустим, там, интересно, мне за столом сказано, там, глисты и так далее, глистов травят, 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 травят. Они как живут, так и живут. Как только на голоде вы достигаете, уходите дней за 30, видите, люди, видят, о, клубок глистов дохлых вышел, ё-моё, откуда? То есть начинает отходить вот эта мутер, начнется это, у меня как раз как повалило на, это самое, вот, с 30-х до 40-х суток, там я тоже выставил свой голод, можете посмотреть, бурые какие-то водоросли, ничего человек не ест, аж выходит, выходит, и клизмы что-то там делаешь, ну, и надо еще дальше, чтобы это все, грубо говоря, бы вышло, я так просто задал установку, 40 суток и все. Ну, это такие вещи. Кстати, самодумал, он поголодал, вот одна из, как бы сказать, таких подготовок к тому, что вот это вот родилась у него эта гравитационная гимнастика, и такой результат, это то, что он работал по всем направлениям своей личности, в том числе, говорит, ты голодал, я голодал, что там он там сказал, много насухо, то есть он поголодал там, допустим, много, будем, обычное голодание классическое, с водой, потом там насухо еще, и это мне, ну, с разными людьми я общаюсь, вот, его близкий знакомый, которому он рассказывал все эти вещи, он как раз сказал, что говорит, на голодании, говорит, у меня такая энергия была, что вот такое чувство, что я могу что-то буквально физически сделать. Как будто из пространства, что ли? Ну да, физически могу сделать, вот такое вот. вот это, вот это, вот это, вот это, то есть достижение таких, конечно, результатов огромных, как 6,5 тонн, это не то, что заниматься чисто физически. Там должна быть еще большая работа со своим собственным сознанием, со своей собственной личностью, но в любом случае, в любом случае, в любом случае, занятия из-за динамической гимнастики, вот которой это я занимаюсь, которые я там, вы видели, тренирую, дают великолепные результаты в том, что растет энергетика, люди довольны, и они как слоны, они все, у них растут, потому что я там немножечко своему подбрасываю во время занятий, вот, и они чувствуют вот это то, что реально работает, а не просто так, вот человек пришел. Ну, и еще хочу сказать такую вещь, это то, что вот происходит, как бы сказать, вот чтобы эта гимнастика пошла, конечно, здесь, помимо того, что необходимы тренажеры, необходимы такие инструктора, потому что я вот был, вот, грубо говоря, Сергей Прокопьевич, по-моему, его жена там в Екатеринбурге, и они там, а больше никого нет, они там занимают, сами и так далее. А у Самодумова, я не знаю, на какой уровень их инструктора вышли, но вот сколько я раза два-три был, я от них ничего такого не услышал, какие-то это, и плюс из-за того, что я не знал, что надо задать. Какие-то вопросы? Да, самому Самодумову ничего, ну, просто позанимался, ну, и убивает цена вопроса, с ценой необходимо как-то быть коллегами, конечно, а так, даже очень богатые люди, которые там посещают, допустим, в Серпухове платят 10 тысяч за одно занятие, и каждый это все потянет. И в Москве, по-моему. И в Москве там, и так далее. То есть как-то, вот я со своими занимался, и я им вот только сейчас сказал насчет оплаты, то есть человек должен почувствовать, как это все, и я сказал, чтобы это вам было посильно, чтобы вы так чувствовали, что и отдать не жалко, и получить хорошо. То есть вот так где-то, а не то, что такая цена, кто-то тянет, кто-то не тянет, и все, и ваши все начинания. Ну вот в Питере, Алиса, у нее как бы оплата по сердцу. Ну вот, примерно так. Зато там подтянулись уже люди, и бабушки, и дедушки там по тысяче рублей даже, ну как привозят, ну что понимают, вот важность, да, и ну понятно, что старики как бы позволить себе не могут, а все равно же это очень важно. Я не думаю, что, самодумывая, там ценник был. Ну я сам, если бы я не видел все это, я бы не говорил, я сам приехал, там сколько, 10 тысяч рублей. Это вот здесь, а у самодумывая? У самодумывая? А, у самодумывая, у самодумывая, я говорю, а это вы начали. А, за пять, давай, за пять. Вот так, так вот было, понимаете дело. Да, команды, наверное, сейчас не хватает, наверное, у Александра какая-то, я летом подумала, какой ты сумасшедший, хочет прям всю структуру уже на всю Россию, мечта есть, но потом потихонечку раз, движение пошло, пошло, вот так раз, там объединён, раз, там видео сделал, связь, как-то уже пошла какая-то движуха, уже даже старые ученики, кто не занимались, пошли заниматься, кто в Питере нашел, всех подтянул, в Питер пошли, в Серпухе, отказались вообще сотрудничать, то есть вообще на… Ну, а почему они отказались сотрудничать, почему? Они как бы узнали, я изначально Георгия узнал об этом инструменте, вот, и как только они узнали, что я с ним взаимодействую, ещё если и сам в Питере, а я уже к ним собрал делегацию, то есть человек шесть, я уже собрал команду, чтобы им открыть эту тему, и буквально мы уже на следующий день собираем всех, хотя Вика мне пишет, что типа, блин, ну, типа, то, что ты общаешься с Георгием и с Лясей, и всё, тебе, короче, дорога перекрыта в зал, можешь не приезжать, вот так вот, вот так вот было. То есть у них там какие-то… я вот… я думаю, ну, окей, ладно, то есть… Политика. Ну, да, да, то есть у них… и вот ещё что как раз тоже в них смутило, как будто они и развиваться-то особо не хотят. А у нас тоже… То есть я сколько раз спрашиваю, а можно ли у вас там инструктора обучиться? Да у нас инструкторов хватает, то есть такие были ответы. А то, что у них как бы, ну, срок службы, они же тоже когда-то, ну, чисто технически покинут этот мир, а как будто бы, ну, ну, непонятно мне в целом, действительно. Не знаю. То, что мне веса в секрете тоже держат, спрашивают, а с каких вы дошли, как бы, ну, типа, секрет, не скажем. Вот всё, опять-таки, вот эти вот все вот вещи, я сейчас ещё подведу, так сказать, небольшой итог. Вот эти все вещи, которые вот вы сейчас услышали, они как раз и губят хорошее дело, отличное дело. Кстати, есть остео-стронг, тут важно высказаться ещё, чтобы, как бы сказать, посетители понимали, это то, что вот эта вот работа с энергетикой, она есть буквально-таки во всём мире, и есть различные, как бы сказать, техники. У китайцев есть, кстати, там у них есть методики, они называются сложение костей, такие закрытые методики, что, короче, они не каждому там это расскажут, покажут и вообще. Значит, по-моему, на основе вот этой как раз методики они создали такой тренажёрщик, называется остео-стронг. Это гимнастика там, можете посмотреть, у них там красивые плакаты, это там, ну, на западе, там такие детские штучки там давят, ну, я думаю, я бы их поломал, эти все эти палки. Китайский этот самый или тибетский инструктором там показывают, так давить, так давить, они там довольны, там давят. То есть это направление имеет место быть во всём мире, просто-напросто, если так взять, теперь смотрите, вот мы возвращаемся к этой теме, просто самодумал, в чём его заключается гениальность, в том, что он отобрал пять упражнений, он понял вот силу этого метода. И он его запатентовал, гравитационная гимнастика, вот запатентовал, установил там поле, то есть человек, который обладает огромной там этой энергетикой, которую нам даже и непонятно, он это значит, может многие вещи делать. управлять погодой, там устанавливать поле, которое подпитывает, вот. Запатентовал, да, его? А потом, когда, значит, его не стало, его не стало, и Сергей Прокопьевич сделал свой вот этот тренажёр, который позволяет без этих вот даже инструкторов, так скажем, не было, хотя инструктор-то вообще-то желательно, вот. Работать с весами, то есть инструктора-то в основном набрасывают вам веса, тут веса не надо, но тут кое-что другое надо человеку говорить. И он её тоже запатентовал, как изодинамическая гимнастика. И тут у них, как бы сказать, был филиал в этой самой, в Магнитаводске, по-моему. В Магнитаводске, да. В Магнитаводске, да. Борис Николаевич. Да, Борис Николаевич вылетела у меня из зала, мы с ним общаемся. Вот как раз он рассказывал, он большой друг был Самодумова. Вот Самодумов приехал, есть видео, установил там и поле и так далее. Потом у них, получилось так, что их с этого зала убрали, а Самодумова уже не было, другое. И уже все Пахович сказали, эй, да у вас нет поля, вы уже, как бы сказать, какие-то второсортные. И тара-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. А через рычаг вы занимаетесь, как Сергей Прокопович. Ого, это совсем не то, это совсем не то. Я, конечно, не прошел так, хотя надо было бы пройти как гравитационная гимнастика, чтобы там прочувствовать там хорошие, так сказать, веса. Ну вот, я говорю, два или три занятия было. Ну ничего, инструктора. Вот так вот, вот так вот, и все. Ну и не знал, что задать Самодумова. То есть Сергея Прокоповича, у него больше тренажер, он там рассказывает, как там войти в альфа-состояние, чтоб ты оттуда тянул, отсюда тянул, это-то. Ну вот это. И плюс то, что, грубо говоря, с весами не работать. Через рычаг это, короче, вот такие вот интересные вещи. Но вот эта вот какая-то дурацкая разобщенность привела к тому, что все, это не так, это не так, это не то и все. И поэтому я на все занимаюсь, и вот потихонечку стали подтягиваться ко мне люди тут окружающие, у меня соседи и так далее. Вот, и они почувствовали там. Да. В поле сформировались. Да, здесь, здесь, да. Вот такие вот вещи. Интересно, интересно. А если бы Саша даже видео не организовал, я бы даже не знала, что в Ростов как бы есть, как раз, по-моему, Кривы, да, нам там написал. Ну да. О, Ростов. Поедем в Краснодарский край, надо через Ростов, да, все. Камер Шахтынский. Да, да, да. Ну, как бы точечка такая. А я так понял, я правда не видел, кто там занимается, там, в Петербурге, вроде как занимались, потом перестали. А в Москве, наверное, гравитационной гимнастикой они занимаются. Да. В Серпухе гравитационной, в Москве еще есть тоже, вот мы ездили там, Михаил и Владислав тоже на динамическом тренажере, да, проводят занятия там на метро. Пролетарского у них, да. У них тоже ценовая политика начинает с первого занятия бесплатно, а потом от десяти тысяч, либо когда берешь там абонементы, там по семь, например. Да, вот это вот все и губит, вот это все и губит, это все. А сколько же они понимают, потому что я насколько как-то понял и слышал, я из всех них занимался, наверное, правда не слышал. Ну, наиболее плотно, куча воя достиг, мы лучшие результаты 800 ногами на два, ногами дали. Должим лежа у меня слабый 220, я чувствую, что что-то тут закрыто. Вот, штанга на поясе тонна впереди, тяга у меня, это я сам тянул, без всяких там дух и так далее, с другой я вообще так. Можно, можно. Тяга 560, штанга на плечах 440. Что там не понимают? Видимо там... Ну, вот у них какие-то, штанга на поясе, там есть затону там. Затону они не выше, потому что я вот когда ездил, у них еще даже не все блины были распакованы, скажем. Я просил меня, чтобы чуть-чуть поднагрузили, все блины распаковали. Ну, килограмм вот один, как ты говорил, до 600, там дошел. Что надо на поясе, да? Где-то так, да. Ну, я тогда, ну, примерно на этом, мне кажется, диапазоне, потому что через технические есть веса даже просчитать. И вот сложности возникают, вот, да, до 600 там доходишь. Вот как, что, вот тут ты уже стоишь, как мамы над ними, и вот так делай, вот так делай, быстро не надо и так далее. Даже, знаете, вот последнее, что меня, как бы сказать, настоложило, но потом я понял, в чем дело. Оказывается, у нас, и это не секрет, одна сторона тела сильнее другой. Левая там отстает, правая там сильнее. И вот, когда ты начинаешь давить ногами, оказывается, правая сильнее давит, а левая как бы немножко отстает. Это на записи очень хорошо видно. Правая уже включилась, а левая что-то поддавливает. За счет этого уже идет перекос таза, и опять думаю, что ты такой, у меня немножечко начало поболеть. Да, вот оно что-то. И коленки, иногда при слабых определенных тоже. Ну, и коленки, с коленками я не так, этот сам, они могут вот так повернуться. Здесь просто дозировку, нагрузки надо вести очень-очень постепенно. То есть, вот эти все суставы, связки и так далее, они укрепляются не сразу. То есть, вот грубо говоря, провести так человека, набрасывая от занятий к занятию 20 килограмм, ему вот так вот 10-20, и он укрепится. Все будет нормально. Если по 40 там и так далее, вроде, о, хорошо, хорошо. То есть, действительно, потому что, вот, я занимаюсь, у меня там разные там вещи были, а вот Сергей Пракович, он что-то перестал заниматься. Я говорю, я что-то 300 килограмма раз, а у меня спина прыг и села. Я потом раз, выпрямил, то есть, это самое, потом на 800 килограмм, нога там стрельнула в другую сторону. Вот. У меня, не хочу сказать, что нечто такого было, но я понял, как это работает, и я это все избежал. И со своими этими я вот слежу, чтоб у них ничего. Держите поле. Они уже до 700 килограмм дошли. У меня тоже вот опыт был. Я три раза в Питере с Лисан делала, и она прям держит поле. А в Москве у меня, Александр, как раз недели две назад мы были, Михаил с нами занимался. Он меня уже заставлял, ну, как бы сама, сама. И я поняла, что с Лисан, она мягкий такой, как мамочка, так меня вводила, и практически, может быть, все за меня сделала. И это на третьем у меня хороший, я еще в поле ее почистилась, где-то неделю пожила на викторианской еде, и прям у меня вот третий прям хороший, мощный был. А получается четвертый, у меня немножко спад, но у меня там, они заставили им думать мой мозг. То есть они, давай, я поняла, что я настолько привыкла, что мне кто-то все время вымеряет каждый сантиметр и говорит, что как это, о чем думать. Это, что мозг, оказывается, надо включать теперь само и думать, как сказать, иди теперь в мир, иди сама шагами. Теперь уже мама как-то тебе не помогает. Это тоже какой-то интересный такой, новые нейроны связи формировались, прям любопытно. Что же сегодня будет? Ну что, еще что-нибудь поедите или можем позаниматься. То есть вы будете заниматься, да? Да. Ну я вам кое-что там покажу. Хорошо. Приезжал известный блогер Спиридонов, Дима Спиридонов. Вот как раз он тут проезжал откуда-то это самое. Он сам занимается силовым троеборьем. То есть это там приседания, жем лежа, становая тяга. Вот. Я ему там показывал и стоял вес, ну как я, через лечах, 360 кг. Он как, значит, вот этот человек, вроде бы сильный кандидат по университету. Решил попробовать, он этот вес не отдал. То есть 360. И это на 5 раз. А я даже могу сказать, я тут фитнес-тримник по йоге. Да, по йоге, да. Я могу сказать, потому что у нас, и вот я слышала тоже, ребята между собой разговаривают, что у спортсменов хуже получается. А я могу даже здесь пояснить, здесь скорее всего у нас просто привычка думать, ну как работать мышцами. А здесь же нужно отключить, здесь же нужно совсем всё по-другому. Вот через как-то костную. А я даже чувствую, что в какой-то момент по привычке мышцу включаю. И тогда так стоп, стоп, стоп. Ну как бы дальше. Ну это трудно, чтобы это сделать, почему я так часто занимался, что мы вот этот механизм как торновали. Кстати, в йоге я садился в закрытый лотус. А, в закрытый. Знаете как? Да. Ну и так, и вот так. Да. Да, закрытый лотус. То есть я занимался этим делом, разными вещами. Ну что, пойдёмте, да? Пойдёмте. Как? Не утомили вас? Нет. Хорошо. Будет что, да? Показать. Своё. Мы как раз в час уложились. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.